КОСТАС МАРСАН 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 и вдруг я вспомнил что моя бабушка часто рассказывала о детстве своем и упоминала много раз про алас марса аналога где бы в каком районе но я точно не знаю откуда мой это нет это к по-моему в верхней велюсь на бруже на это там да ну либо велюсь к ну в общем какая-то велюсь к группу уже маршана да и в общем мне вот почему-то это название очень запала запомнилась еще с детства тем более что она рассказывала что там стоял амбар он был заперт и и никто не знал что там хранится и потом не имели права открывать и не имелись да не открывать и даже приближаться даже ну и тем более что тогда видать люди были очень суеверные вообще считалось что там что-то такое обитает скажем так загадка которая заключена в этой местности как-то вот фильм же детектив загадочность и хотелось тоже эту вот загадку как-то оставить запертой в этом восьмиугольном но я немножко сократил до чтобы это самое успех то у этого фильма скажем так если не ошеломляющий то очень большой шумный скажем шумный такой да и как вот почему вот это детектив поэтому что-то заинтересовало самое главное в этом фильме что вот кому втянуло в творческом плане притянула эта тема что вот самое главное для вас произведение ней мохова с айсеры к ильге тубе альте она же про 70-е годы написано в 90-х и в общем-то с тех пор наша жизнь очень поменялась страна поменялась зерону поменялись а тут вообще возникла такая задумка сделать детектив триллер причем по всем вот таким вот лекалом и нормам скажем так мирового кинематографа и у нас сразу возникла вот это вот потребность адаптации вот этой книги не буквальной его экранизации а некой переработки если раньше в семидесятых за контрабанду золото смертная казнь была то сейчас просто штраф а там же убийство как раз именно состояла в том чтобы они очень не хотели чтобы она пошла но сестра пошла и выдала их с поличным в итоге вот и родилась вот такая вот идея сделать завязать все на неких отношениях между сестрами и вот с этим главным героем панкратом теневым скажем так героем и в самом монтаже еще родилась вот такой прием что очень многое в их личной истории так и остается за кадром зритель сам должен додумать какого рода отношения их связывали вот этих двух сестер фильме вот этот момент я думаю один из главных потому что вроде там сюжетно схема она сделана доигрываешь да и в этом плане скажем так это но один из принципов которые я очень люблю в кинематографе когда зритель тоже работает не нужно все разжевывать не нужно в готовом виде на тарелочке принести нет всегда нужно оставлять некие моменты на на работу зрителя этот путь немножко рискованный да потому что там могут возникнуть но если пережать то тайна может стать такой тайной полишинели если не дожать то будет слишком много тумана до иногда даже интереснее когда в фильмах есть ошибка американские другие фильмы вот по этой лекалии вы как-то вот как бы назвали они сняты тогда то там не остается вот это вот именно вот этой да даже не мысли вот так хорошо все четко все все сделаны в очень логично да или ошибки или кого-то шерохова или какой-то небольшого угла я не и тогда ты забываешь фильм это не забываешь вот я вот она запечатлевает особенно вот галя там да вот в ней есть вот эта шероховатость какой-то в ее игре да вот правильно заметили бы поймали вот этот момент вы кто такой но это персональный вопрос для меня вот данилов это это значит сафрон петрович данилов для меня это данилова семен петрович данилов о какие да поэтому это это фамилия связано или 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 это у нас а по ней много борисова много как и николаев давай николаев мне всегда интересно ну вот из какого но есть такой из какого сора растут цветы тогда на данном случае мне интересно всегда все-таки заложено где-то вот заложено в каждом человеке генной памяти где-то и она впоследствии вырастает и становится вот явлением или культуры или политика где угодно человек есть какой-то багаж за спиной да мне это очень помогает в плане того что есть некий якутский взгляд на мир то есть вот воспитание да вот это вот то окружение которое меня в детстве было те места в которых я рос это дает те рассказы те в общем-то истории которые подпитывались они да они дают некую такую бэкграунд который все-таки ну взгляд получается на вещи определенные имеется у меня же тоже свой амбар был да где вот я спал во первых потом закрыт амбар был за якутский деревья я знаю что там вот вы сказали что вы не знаете что там или узнаете просто не говорите тогда я-то знаю что там было моем амбаре который тоже закрыт там лежали чароны ружья артефакты якутской культуры они были закрыты и и долго пока лежали долго долго потом кто-то все-таки разграбил это мы в школе еще в походы очень часто ходили всем классом мы всегда вот у нас было место специальное куда мы всегда вот приходили кгл ну а ласках он назывался и по пути стоял балаган и кузне старый заброшенный и каждый раз проходя мимо него мы заглядывали в окна и видели вот там действительно стоят чуроны какая-то утварь и при этом никто не трогал у нас был очень хороший музей я помню и там были была шикарная коллекция серебряных украшений музей вел такой вот старик энтузиаст сам он ведь музей создал но после того как он умер 90-х все это закрылось а вся экспозиция куда-то таинственным образом исчезла то есть тоже такой своеобразный сюжет для детектива но вот действительно вот что интересно произошло да когда вот буквально это же было тогда вот действительно не надо было трогать надо было как-то обходить это уважительно относиться а потом это вот буквально за несколько лет это все оказалось вот я когда готовился к передачам чуть-чуть я готовлюсь все таки да вот и увидел что закончил исторический факультет то есть я наш университет нашего тогда он был его сейчас до с выбор был сделал все-таки выбор был сделан или это ну как в результате чего вот почему историю почему не медицинский или вот все кстати прочь ли мне медицинскую на самом деле карьеру потому что вот родители с этим очень тесно связаны были но я с детства очень любил историю в школе был очень хороший у нас учитель приезжий медхат мустафович рахматулли и он очень интересно рассказывал историю и с тех пор у меня вот история средних веков европы советский период хотя вот меня что удивляло да вот когда я вот на курсников спрашивал все говорили ой советский период это такая скука была а вот он умел как-то так рассказывать что наоборот это было очень интересно ну я про себя тоже могу сказать там степан павлович фреймов он писателем был и он рассказывал про театр и так далее и видимо это осталось в памяти так и так значит ну вообще интересно когда историю рассказывает не не сухо да вот было то 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 а потом стало так то а рассказывают личностно эмоционально то есть с помощью каких-то историй которые произошли с людьми и вот до сих пор помню вот эту вот рассказ учителя о том что когда юлий цезарь пришел завоевывать египет клеопатра завернулась в ковер да и в спальне его встретила да то есть вот как бы такие даже интересные моменты да в сразу раскрывающие характер этих персонажей они становятся не какими-то фигурами истории даже такими пешками или там шахматными этими а какими-то очень живыми интересными людьми которые могли оказывается совершать такие действия скажем так я вот впервые разговариваю собеседником году который говорит как будто про моей истории вот это очень интересно было у нас но в гитисе был преподаватель зарубежные театра когарлицкий юрий когарлицкий и он точно также говорил когда мольер зашел к вы людовику четырнадцатому королю солнца у него место право на правом боба ботинки был был бляха было говорит золотая она левом говорит значит серебряная и вот я запоминает моменту потом дальше чем говорят так ваша мотивация поставить спектакль в оперном театре спасибо вот николай михееву которому вот сказали написать опера он сразу мне сказал ты будешь режиссером да он предложил хотя я на самом деле с театром вот никак не был взялся тоже думал как но оперу я люблю как жанр потому что все-таки опера и кино они надо очень похожи они практически вот опера вообще по законам музыка музыки и кино же по закону да с музыка она имеет очень сильный драматургический эффект а так как опера она в общем-то драма на музыке да то собственно говоря и легче было выстроить вот эту вот драматургию мы кстати говоря да уже на моменте либретто начали с ним работать и тут я обнаруживаю что оказывается либретто можно переписать да то есть в любом случае как говорится вот у нас была история николая курилова черная морошка основная сюжетная линия в том что шаман хочет жениться на девушке аннеке она отказывает в итоге заболевает брат родители подумали что это вот козни шамана испугались и выдали замуж за за шамана юка кончает жизнь самоубийством от горе хотя начале заявлялась их любовная вот как бы история до аннеке выходит замуж за шамана рожает ребенка там как раз еще и брат их умер от болезни родители же подумали что это вот он наслал шаман проклятие какое-то а в итоге шаман говорит о вот это вот душа этого помди умершего вот воплотилась в этом ребенке это слишком бытовая история и незавершенность какая-то была и вот просто мы взяли вот фигуру юка и аннеке не довели их историю до логического конца тема игрищ где случайно юка убивает старшего брата аннеке тема кровной мести и в конце вот юка и аннеке вместе да хотя юка погиб кстати у юка гиров же есть понятие ну не это реинкарнация то есть они верили что беда душа все время возвращается на землю к тем кого любил костя которого я знал так друг значит ставит спектакль в опере это я вторую второе удивление первое в кино второе вот хотя кино не совсем я почему-то мне казалось что это так органично вот когда спектакль мне к сожалению так и не увидел но тем не менее мне многие сказали что очень удачная эта работа интересная такое кинематографичные кстати сказали там там какими приемами владеем теме теме и вот в опере северная тема редко раза два по моему вообще первое в мире опера про юка гиров да да это первое это можно сказать сеть на северную тему больше оперы были музыкальные спектакли там разные такие а именно академическая оперная по моему я вот первый посту который я сделал по северной тематике это розовая чайка там геннадий ящикова и они до их аллер хавку курилова это оперный спектакль и я это давно уже ты 40 может забыл уже хотя показывали по центральной телевидении но я тогда подумал об этом что это опера поскольку там вот и вот когда услышал что северная тема стала опер я мне очень было с одной стороны как-то хорошо потому что это интересно меня еще пригласил театр танца вот вот я слышал да то есть сейчас мы будем делать вместе с ними танцевальный скажем как балет или танцевальный спектакль до по повести сергея зверева кого-то хорошо черный ну тут такая очень интересная притча и и мне теперь вот стало интересно попробовать себя вот такой в пластике танца николай михеев или писать специально музыку мы будем ставить танцевальный спектакль значит такое время пришло до когда но человек достаточно назовем так талантливый разнообразным мыслящий так далее то есть может и оперу ставить и кино ставите драма ставить и мюзикл ставить да и вообще все что угодно так или 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 это но мне кажется принцип один и тот же в принципе режиссуре да просто средства разные вот вы когда кстати да вот впервые пришли вот пришла задумка снять кино у вас какие ощущения были я не понимал зачем я за начал заниматься мне важно было двинуть кино индустрию вперед это главная мысль главное сказать всем о том что мы можем и не только мосфильм и голливуд а мы можем не боги горшки обжигают но самое интересное же я когда поставили первый раз камеру вот тому что что я не понимал куда я пошел поставили камеру и когда выходит девушки делает хлопушку я сказал уйди уберите ее зачем она мешает тогда поскольку мне важно было как синического пространства не кадр сам себе а вот картинка которая там а тут она мешает она должна это уберите ее вот с этого началось а у меня вечный был соблазн что вот на репетициях да вот действительно солисты прекрасно спели музыка отыгралась но это всего лишь репетиция а а у меня где-то в мозгу все удачный дубль есть идем дальше а театр же это все время живое существо и на другой день нет что-то вот плохо спели как-то не сыграли что-то не дожали и ты думаешь ну как же так было же почему это не сохранивая не зафиксировали зафиксировалась до сегодня здесь сегодня здесь сейчас но при этом кстати это вот оказывается вот действует она засасывает вот именно это природа театра потому что потом тебе уже как какой-то такой спортивный интерес появляется что сейчас вы выкинете то есть еще чем удивите ну если в кино все таки есть удачные кадры дубли и ты уже спокоен да как бы история дальше сюжет дальше продолжается а тут ты никогда не спокоен ты должен от начала до конца сидеть и грызть но все-таки когда музыка опера все-таки музыка она если не фиксирует то она как бы организует она хотя бы да создает раму некую и танцевальный спектак все-таки это да а когда вот придешь придете в драму тут вы увидите что такое там настроение актера его в состоянии здоровья и интонации она может поменять все это поэтому самое сложное на самом деле не музыкальный спектак драма ну вот выстроить так чтобы он ритмически и так далее было организовано так что надо если спортивный интерес появился надо еще думать о драме но я должен немножко отойти от и от оперы и сейчас вот закончить танцевальный спектакль да тогда может быть действительно и подумаю о драме партитура написано вот либретто да я читаю что в либретто там главные герои это 15-летние юноша и девушка да а мне потом предлагают ну вот у нас есть вот тенор вот сопрано и я вижу и думаю боже мой это же это же не 15-летний парень и девушка но это понятно есть такая условность да особенно вот в оперы наверно когда принципе можно там закрыть глаза и сказать ну ладно да чего чего сан она у нас такая но ничего большая женщина но мне тут хотелось все-таки дожать и сделать визуал на первый план вытащить в кино вот сейчас какой этап происходит какое состояние вот как вы думаете ситуация якутском кино но если включить навыки вот именно исторического образования сделать там три шага назад и посмотреть то сейчас наверное количество раньше же количеством брали то есть очень много фильмов снимали а качество было тогда теперь это начинает переходить в какое-то качество потому что даже зритель уже начинает требовать фильмов качественных прежде всего ну хорошо снятых хорошо смонтированных с хорошим звуком с грамотной драматургией но тут у нас возникает одно препятствие бюджет то есть если раньше можно было снимать на небольшой бюджет но при этом быстро и особо не не обращая внимание там на какие-то может быть нюансы да то сейчас вот это качество она требуется таки больших бюджетов бюджет растут а рынок якутии зрителей имеется ввиду аудитории она все-таки ограниченный он имеет какой-то предел роста то есть да вот я как-то слышал такое исследование что ну какой-то тут голливудский фильм максимум в якутии собрал 22 миллиона рублей то есть это некий потолок до которого могут достичь сборы если туда пойдет ну такой вот там же тоже статистика же не все население якутии а некая активная часть населения да то есть если будет какой-то такой якутский фильм который соберет вот примерно где-то вот такую сумму это считай все потолок половина этой суммы уходит кинотеатра создателям остается 10 миллионов из них они должны покрыть собственные расходы и если фильм снят за 10 миллионов считая не по нулям а если больше то минусы а если меньше то уже качество потому что чем больше людей работают над фильма соответственно и бюджеты больше а специалисты которые качественные они недешево стоят и вот вот это вот противоречие сейчас предел роста некий может наступает тот момент когда во первых как со стороны зрителей уже востребовано высокий и наши начинают соответствовать этому и вот этот результат но профессионализм другой профессионализм уже другой и причем он начинает воспитываться то есть самое интересное в том что у нас уже стали появляться именно те специалисты и те профессии которые вот чисто на кино то есть звук цветокоррекция графика костюмеры художники вот эти вот гримеры они вот начинают набивать руку и у них уже как бы довольно таки обширная портфолио у каждого причем да раньше если на энтузиазме можно было сказать ой давай бесплатно да ну либо давай вот за небольшую сумму то теперь уже такой опции уже нету итоге вот у нас вот получается либо качество либо ну как сказать такой вот ну почему не у бурятов или у тех же самых там калмыков или калтайцев или даже не беру там киргизии от кино же очень высокого сейчас не известно же почему вот здесь у нас произошел этот ну назовем так простым словом кинобум а скорее всего это произошло потому что мы здесь достаточно вообще находимся в некой культурной изоляции то есть рядом с нами нету больших культурных центров которые выпить перетянули на себя внимание соответственно очень большой интерес вызывает свое то есть моментально а так как кино это все-таки массовый продукт он моментально распространяется и в этом я вижу вот какую-то одну из причин во всяком случае да когда здесь местное кино пользуется очень большой популярностью вот татарстан да казалось большая для большая причем по им по населению и по финансовым возможностям республика но ну вот прожив москве я в общем-то понял что очень многие туда просто уезжают все пассионарные вот эти вот личности они сконцентрируются там да и в общем-то и там и варятся да в своем а тут как а там все остается ну как сказать такое вот поле остается которые опустевшие наверное немножко а тут трудно как бы утечь на таких вот открытых потоков нет куда можно вот они пойдут скоро вы взять начнут диктует рынок диктует рынок да но тут я знаете что надеюсь на технологии потому что из года год они все равно становится дешевле доступнее сейчас обмен опытом и вообще вот какими-то такими приемами он очень сильно ускорился из-за интернета то есть мы в ютюбе можем увидеть уже как это делают другие и причем достаточно скажем так не трудоемко то есть сейчас вот те же компьютерные программы начинают появляться которые уже и лучше красят и лучше графику делают быстрее дешевле и в этом плане производства может стать быстрее и и дешевле если мы освоим вот эти вот технологии материалом искусства писатель это слово там материалом искусства музыкант это звук тогда в кино что вот самый главный что что самое главное кино я считаю монтаж я вот спрашивал у многих и и многие все что угодно другое говорят я к чему потому что когда мы моя министр культуры был и тогда кинобум начал разворачиваться и приехал один из журналистов центрального телевидения какого-то и пришел министр культуры спрашивает кто расскажет про кино про феномен и кинобум ну как адреса и что министр культуры там они 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 сказали почему потому что он сумасшедший почему потому что он значит начнет рассказать про лан хо тогда где-то вычитал но все-таки ко мне пришел вот здесь как раз вот там значит столбы такие я репетирую выхожу весь такой возбужденный того выхожу а так я понял что он идет на меня все таки я про меня мне рассказали что он думает что я сумасшедший он подходит ко мне и спрашивает камеру держит девушка он микрофон чуть боясь подходит говорит чем с расстояния феномен кинобума якутского я говорю вызываю говорю значит якутском эпосе алан хо он так начинает отходить тогда я говорю монтажное мышление монтаж то один из немногих эпосов мира индийские есть наш тогда ну и потом алтайский монтажная вот обратите внимание монтаж то и это он хоже это в крови сидит он даже может не читать но впитывается это вот как вы говорили амбар закрытый там эти там там да и вот я думаю что одно из главных феноменов такого нашего культурного такого восприятия мира очень сильно развито монтажное мышление на съемочной площадке до весело да то есть ты каком-то процессе бурлений находишься и до идеях каких-то до процесс написания сценария это тоже весело да там все время там что-то вот придумываешь это самое но настоящее кино начинается когда все это заканчивается ты сидишь один в темной комнате с компьютером и начинается монтаж и вот тогда ты уже полностью контролируешь ситуацию потому что до этого как бы ты ни делал все равно ситуацию контроль не поддается все равно там что-то не так пошло солнце не так встало облака рассеялись дождь пошел камера не так снимает не то платье одели да ну то есть все время что-то идет не так и и и вдруг все это вот нервотрепка заканчивается и ты сидишь и ты начинаешь получать наслаждение потому что вот все это уже теперь никуда не уйдет и можно экспериментировать начать пробовать так а давай здесь клейку сделаем а давай так работает не работает ладно хорошо попробуем тогда вот так сработало просто вы закончили режиссерские курсы так имеете ввиду в авгике высшие режиссерские курсы в авгике да то есть и там значит а кто преподавал то там то у нас были мастерами алла сурикова и владимир фокин ну это вот тассу полномочен сообщить вот эти вот советские детективы как раз вот и они как раз таки вот тоже очень часто вот своих мастер-классах говорили что от монтажа очень много зависит что с помощью монтажа можно как испортить фильм так и спасти даже очень плохой слабый сценарий потом на монтаже можно докрутить там монтажер делает что это всем покажется абсолютно гениально совсем другой у нас передачи называют элита или это народ государство страна и это оба таки и новый по и хорошо на родном языке на якутском разговаривать поэтому и за воспитать так я хотел бы пожелать вам вот то не утек не утратить то вот а разнообразие с которым вы как бы свое творчество ваше очень разнообразно это очень даже интересные и жду опять неожиданных какие-то событий которые вокруг имени косты марсаном но если вы меня вдруг пригласите ну вот я захотя может быть я и нырну в этот океан драматургии успехом пожелаю и поскольку вы как бы ступили на стезю и театра тогда и драматургии говорили я хочу подарить вам книгу пусть саха театр это моя книга тут масса статей там и так далее может быть интересно будет увидеть увидеть какие-то эти вот с благодарностью эту книгу вручаю так а я хочу вам передать вашу библиотеку настольные любимые книги вот это время в кино ой как когда то есть как манипулировать временем в кино как строить драматургию в кино так чтобы время текло по-разному потому что время же она может течь и циклично и брат обратно и остановиться и прерваться а потом здесь возникнуть снова и пунктиром пойти да и вот а так как торковский говорил что кино это запечатленное время вот я думаю что это позже для будущих вот это театр тоже помощь я думаю всегда думаю о времени о том что если время вообще и философском плане и можем время это зависит человеческое сознание а время на технологических как пространство как это да и и вот лекции по кинорежиссуре андрея тарковского он он высших режиссерских курсах я книгу или да это у меня у меня есть и как сказать я хочу чтобы она была вашей библиотеке тоже потому что вот высших режиссерских курсах андрей тарковский где-то в семидесятых годах читал курс лекций и это книга по вот этому курсу лекции очень интереснейшая книга потому что у него такая дело в том что до его очень долго не издавали потому что да во первых его наследники очень хотели издать эту книгу в россии потому что вот тарковский же эмигрировал и 89 ну вот где-то 80-х годах написал эту книгу собрал все свои мысли а вот в россии почему-то никто этой книгой не заинтересовался издательство которое бы взялось распространить эту монографию не нашлось и и вот наследники они издали его сначала за границей где она стала бестселлером а потом вот его сын просто сказал что оно должно стать достоянием и просто вот в интернет выложил эту книгу на русском языке поэтому она стала вот таким образом доступна и и Субтитры создавал DimaTorzok